Если что-то не так, это вам подсказка от Вселенной, обращайте внимание на такие ситуации в жизни, и вы найдете предназначение. Всем привет! Сегодня тема «Как найти свое предназначение через подсказки высшего Я и через внутренние ощущения». Итак, маленький экскурс «Что такое высшее Я?». Скорее всего, кто-то из вас, может быть, не задумывался. У нас существует три элемента нашего состояния, нашего сознания. Наше повседневное состояние — это когда мы видим, наблюдаем то, что нас окружает, и мы это осознаем, понимаем, что вот это компьютер, вот это телефон, это сегодняшний день, меня зовут так-то. Второе уровень — это высшее Я, это некие интуитивные такие вещи, прозрение, некое божественное, что ли, снисхождение, просветление, какие-то идеи, которые ниоткуда взялись, неизвестно, но они очень мудрые. И второй, еще уровень пониже, третий уже получается — это подсознание. Это определено энергией внутреннего ребенка, об этом, я думаю, мы в одном из других видео поговорим. Наша задача сейчас — разобрать, как вот эта связь с чем-то незримым, высоким, мудрым может подсказывать нам, где же наше предназначение. Первый момент — язык тонких чувств. Предназначение — это некое направление, контракт, который мы с вами подписали для того, чтобы реализовать его в жизни. Этот контракт в виде рельсов, представьте себе, железные рельсы, по нему и движется поезд, это поезд — это вы. И вы можете пойти по рельсам поехать, вы можете пойти по глине слева, можете пойти по щебенке в горы справа, можете вообще в другое место пойти, там еще более сложно будет. Если вы встали на свои рельсы и вы катитесь, вы понимаете, что у вас нет сильных, больших сложностей, нет усилий, вы просто сами по себе, и вселенная вам помогает, и все у вас хорошо. И вот язык тонких чувств, если вам хорошо, вы ощущаете удовлетворение, приятное какое-то внутреннее состояние от своего занятия, вот чем вы занимаетесь по жизни, значит вы на своих рельсах. Если что-то не так, буксуете, тяжело, палки в колеса вставляют, там впрессуют вас, что-то не то, значит явно не там ваше предназначение. И мы переходим ко второму пункту, язык подзатыльников. Как говорится, жизнь бьет ключом, гайчным, да, вот отсюда это выражение. Если вы чем-то занимаетесь, и у вас постоянно идет негатив от этого, и жизнь вас начинает подпинывать, подзатыльники давать, скорее всего вы куда-то не туда свернули, то есть вы от своих рельсов отбились и пошли куда-то вот в эту глину, в болото. Есть возможность у вас, и еще пока это на здоровье не сказалось, сесть спокойно, проанализировать свою жизнь, посмотреть, где у вас были ранее какие-то позитивные эмоции, мысли, ощущения, и начать смотреть, возвращаться в эту сторону. Я сам это проходил, я тысячи ниш изучил в своей жизни, был во многих других там и сотрудникам, и предпринимателям, и в разных бизнесах поучаствовал, кем я только не был, но я понял, что все это дано для опыта, это неплохо, то есть если жизнь бьет ключом, это неплохо, это полезно, но неприятно. Но это нарабатывает опыт, и ваши рельсы, по которым вы в конце концов поедете, никуда вы не денетесь, но их нужно найти. Этот опыт вам поможет понять, что вот эти рельсы единственные мои. Еще бывает язык ситуаций. Допустим, у вас сделка какая-то есть, вы на ней долго карпели, и она сорвалась. Вы долго что-то готовили, это не получается. То есть идут ситуации раз за разом, что у вас не происходит этого. Вы этого, наверное, хотите очень, но этого не происходит. Это говорит вам вселенная, что, друг, задумайся, нужно ли тебе это, в ту ли ты сторону идешь. То есть когда именно ситуации подсказывают вам, не ключом бьет, там что-то из рук валится, споткнулись еще что-то, а просто ситуация такая, которая вам подсказывает, нет, не туда, нужно идти в обратную сторону. Еще бывает прямой контакт. Например, мы это делаем таким образом. Берете книжку, открываете на определенном листике, и читаете первый попавшийся абзац. И в этом первом абзаце вам ангелы, как бы, да, в кавычках, говорят, а вот так-то, так-то. То есть это язык, мы его называем, ну так шуточно, там ангелы, вселенная общается с нами. Вот этот язык такой волшебный, да, подсознание или сверхсознание. Еще, может быть, вас, друг ваш берет за ручку и приводит на какой-то тренинг, да, или на какое-то, может быть, мероприятие, где вы познакомитесь с другим человеком. Вас вселенная подталкивает, подсказывает, а вот познакомься, а вот сделай это, и так далее, и так далее. Обращайте внимание на такие ситуации в жизни. Еще есть очень интересный пункт, называется язык такой агрессии, может быть, даже слишком сильной подсказки от вселенной. Например, часто, я смеюсь на эту тему, человек выходит из подъезда и видит на асфальте написано, там, ты дурак или ты дура. И ты думаешь, ну, что такое, как так может быть? То есть, вот такие прямолинейные заявления говорят о том, что стоп, остановись, подумай, проанализируй ситуацию, действуй. Или бывает такое, что вы о чем-то думаете и споткнулись, упали, расшибли колено там или свалились. Значит, обязательно проанализируйте эту мысль, которая была до падения, до спотыкания. Это вам подсказка от вселенной. Да, она грубая, да, она больная, да, она злая, может быть, в кавычках. Но это важно. Это направление в нужное русло. В конце этого подкаста я вам даю чек-лист, который прямо сейчас вы можете сделать, для того, чтобы найти свое предназначение. Это подсказки от вашего опыта, от вселенной, от высшего я и от сознания. Первое. Напишите, что бы вы делали в любое время. То есть, вот вам это нравится, вы это делаете в выходные. Вряд ли вы будете работать на своей любимой в кавычках работе в выходные. И второй пункт. Даже если вам надо было бы платить за это занятие, то есть вам, чтобы это делать, нужно кому-то заплатить. Напишите прямо сейчас, что это. Второе. Представьте образ, что в детстве вам больше всего нравилось. Чем вы хотели бы заниматься в детстве и занимались. Например, я очень много гулял и очень много общался с разными детьми со всех дворов. Что в принципе вылилось в то, что я тренер. Сейчас я общаюсь с огромным количеством людей. У вас что-то такое было? Напишите. Это второй пункт. Пункт номер три, финальный. К вам обращаются родные и близкие. И просят, сделай то. Помоги мне с этим. Вот ты в этом хорошо разбираешься. Пожалуйста, вот объясни. Ну, либо какие-то вещи просят вас помочь, сделать. Именно вас, родные и близкие, друзья, может быть коллеги и так далее. Прямо сейчас напишите это на листке. Эти три пункта подсказки от Вселенной, от Высшего Я, от вашего окружения, где находится точка, где находятся ваши рельсы, ваша сила. Проанализируйте это все и, соответственно, сделайте выводы. И вы найдете предназначение. Субтитры создавал DimaTorzok